Около полутора сотен бойцов от 10 лет и старше из Ульяновска, Старой Майна, Димитровграда и Барышевского района. Своих спортсменов на этот турнир выставили 8 региональных клубов. Построение, приветствия, почетных гостей и подробный инструктаж по правилам. Они в Панкратионе меняются с завидной регулярностью. После чего одни спортсмены отправились разминаться, а другие решили в первую очередь окрепнуть духом. После молитвы и биться легче. Тем более, что соперники в основе своей пересветовцам незнакомы. Много новичков. Поединки проходили на двух коврах. На ковре А выяснили отношения ребята до 15 лет, а на ковре Б от 16 лет и старше. Если у первых удары в голову руками были строго запрещены, то вот у вторых они наоборот поощрялись баллами. Этим и воспользовался 16-летний пересветовец Георгий Герасимов, отправив в нокаут опытнейшего чемпиона ПФО по Панкратиону Ильяса Шейхатарова. На самом деле уровень спортсменов достаточно разный. То есть от хороших, сильных бойцов, уверенных, до новичков. Потому что встречаются такие поединки, не совсем равные поединки, когда соперники на голову выше были. Впрочем, одноклубники Георгия Герасимова не отставали. Некоторые, пройдя основную сетку, встречались друг с другом в финале. Такое уже ставшее эпичным противостояние произошло между учеником 4-й индийской школы Дмитрием Кузнецовым и уроженцем поселка Самородки Матвеем Абрамовым. Если еще пару лет назад Инзенец легко справлялся со своим оппонентом, то вот уже второй турнир подряд Абрамов находит ключик к обороне одноклубника и выигрывает в финале. Когда же пересветовцы завершили свои выступления, то оказалось, что у клуба из барышеской епархии в общей сложности 16 призовых мест. Причем ровно половину из них, 8, это золото. Результатом в целом я доволен. Ребята выступили неплохо. И как раз на закрытии, на объявлении локдауна преподнесли мне хороший сюрприз. И 8 золотых медалей из 16 человек, я считаю, что это неплохо. На награждении выяснилось, что монастырский клуб занял третье общекомандное место в первенстве области. И первыми ребята стали в общем зачете чемпионата. К тому же пересвет оказался единственным клубом, взявшим кубки в обоих турнирах. Эти соревнования были отборочными на чемпионаты первенства по Волжье. У барышеской епархии есть на него 12 путевок. Дмитрий Гурин, видеостудия барышеской епархии, специально для Улправда ТВ.